Учебный год подошел к концу для учащихся 9-11 выпускных классов. И сегодня первый день русский язык для девятиклассников, для которых этот экзамен для всех обязателен. В этом году учащиеся 9-х классов, ну и более 12 тысяч человек, сдают два экзамена, это русский язык и математику. По выбору экзаменов нет, поэтому, в общем-то, как только дети сдадут эти экзамены, они в течение 10 дней получат результаты по итогам написания. В области открыто 137 пунктов проведения экзаменов. Безусловно, как и для 9-х, так и для 11-х классов сохраняются все условия санитарно-эпидемиологической ситуации, то есть это и рассадка детей, зигзообразная, и помещение количество детей, разрешенного только в аудитории, особенно для 11-х классов, выпускников 11 классов, это 10 человек. Это наличие средств дезинфекции. Участникам экзамена не обязательно быть в маске и в перчатках, в общем-то, это только для желающих. В целом, такого требования для участников экзамена нет. И, естественно, для выпускников 9-х классов вся государственная итоговая аттестация закончится очень быстро, по истечению буквально небольшого периода. Нужно сказать, что весь период длится до 2-го июля, но так как часть обучающихся, как правило, небольшая часть обучающихся по болезни или по другим уважительным причинам могут не прийти на экзамен, им продлевается срок сдачи. Что касается 11-х классов, государственная итоговая аттестация начнется в ближайшее время. Она продлится тоже до 2-го июля. И нужно сказать, что специфика этого года заключается в том, что обучающиеся, ну, в принципе, как и того, есть обучающиеся, которые будут сдавать единый государственный экзамен для поступления в ВУЗы. И вторая категория, их совсем немного, более 320 детей, которые будут сдавать этот экзамен в традиционной форме. То есть те, кто не пойдут поступать в ВУЗы, им дано право в этом году сдать государственную итоговую аттестацию в традиционной форме.